Господи Боже мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в понедельник, в День памяти святителя Филарета Митрополита Московского, за богослужением читаются два евангельских зачала. Святому посвящается отрывок из Евангелия от Матфея, глава 5, стихи с 14 по 19 и рядовое чтение от Луки, глава 17, стихи с 20 по 25. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно, вопрошен быв Иисус от фарисей, когда придет Царствие Божие? Отвещав им рече, не придет Царствие Божие с соблюдением, не жерекут сезде или онде. Себо Царствие Божие внутрь вас есть. Рече же ко учеником своим, придут дни, егда вожделеете единого дне Сына Человеческого, видите и не узрите. И рекут вам, сезде, все онде, не изыдите, не пожените. Якобы молнии, блистающиеся от Поднебесные, на Поднебесни светятся, тако будет Сын Человеческий в день свой. Прежде же подобает ему много пострадати, и искушен убыти отрода сего. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время спрошен быв Иисус фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого и не увидите, и скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. По пути в Иерусалим, когда Господь проходил между Сирией и Галилеей, фарисеи приступили к Нему с вопросом о времени прихода Царствия Божия. На этот вопрос Господь сказал следующее. «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там». Своими словами Господь обозначил духовный характер основанного им Царства, пришествие которого, поэтому не поддается человеческому наблюдению и, следовательно, не может быть отнесено к определенному моменту. Для Царствия Божия не назначено определенного места в мире, так как оно нематериально. Сущность Царствия Божия во внутреннем обновлении и освящении людей. Фарисеи под Царством Божиим понимали земное Царство Мессии, открытие которого вместе с освобождением от иго ненавистных римлян они ожидали. Господь внушает им, что это Царство не внешнее земное, а духовное, внутреннее, и что оно уже наступило. «Царствие Божие внутрь вас есть», — говорит Господь, таким образом поясняя, что Царство — это не от мира сего. Оно не приходит так приметно, как возникают Царства мира сего. Про Царство мира говорят, что в такой-то стране правит такой-то царь, а в такой-то другой. Но про Царство Божие этого сказать нельзя, так как оно не ограничивается пределами каких-либо стран, но действует прежде всего в душах людей, преобразуя не внешнее положение, а их сердца и жизнь. Архиепископ Аверки Таушев отмечает, «Внутри вас понимается двояко. Царствие Божие уже пришло, оно среди вас, среди народа иудейского, хотя вы и не замечаете его по своей духовной слепоте. Царствие Божие невидимо для внешних очей, ибо оно водворяется в душе человека». «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите». Говорит Господь, обращаясь к ученикам с некоторыми разъяснениями по поводу заданного фарисеями вопроса о наступлении Царства Божия. Желание это будет вызвано, вероятно, скорбями последних времен. «Поэтому и пожелают они увидеть хотя бы один из дней мессианского времени, чтобы отдохнуть от скорбей. Но так как время пришествия Мессии еще не должно наступить, то этого дня не увидят». Блаженный Феофилакт отмечает, «Хотя они, ученики Господа, в то время, как с ним были, вели жизнь не без трудов и опасностей, а терпели бегство с бегущим и оскорбления с оскорбляемым. Но если прежние их приключения сравнить с будущими опасностями, то окажется, что они тогда были очень безопасны. Поэтому при таком образе жизни, то есть при небольших опасностях и трудах, Царствие Божие было внутри апостолов, между тем, как после воскресения они были как бы пленники и изгнанники». Говоря об открытии этого царства, Господь поясняет, что второе его пришествие будет настолько славным и блистательным, что не для чего будет узнавать об этом пришествии от других. Пришествие это не ограничится каким-нибудь местом, а как молния не скрывается, но является с одного края земли по другому краю, так светло и явно оно будет. По вавилонско-иудейскому представлению небесный свод упирался своими двумя концами в землю, а по тому молнию, о которой говорит Христос, должно было быть видно с одного края неба до другого. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. Заранее говорит Господь ученикам о своем страдании, «Чтобы, когда оно наступит неожиданно, они не соблазнились, думая, что он не предвидел и пострадал против своей воли». Этими словами Господь приготовляет сердца апостолов к трудам и терпению. Ведь если Господу это предстоит, ученики его не должны ожидать ничего другого. Нам же, дорогие братья и сестры, следует всегда помнить, что воцарение Бога происходит в душе человека. Если люди любят Бога и ближних, то куда бы они ни переселялись, в какой бы стране ни жили, везде они будут исполнителями воли Божией и причастниками единого Царства Божия. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok